Следующий вопрос. Если покупатель сказал, продай мне это, а продавец сказал, я тебе продал. То есть, эта сделка считается действительной, или покупатель должен еще одно слово сказать, я купил. То есть, почему? Потому что вначале он не сказал, я покупаю, или я купил, но он просто сказал, что продай мне это. То есть, как бы, сам сделал предложение. Понятно ли, то есть, это не в форме принятия, а в форме предложения. И тот, в свою очередь, что сделал, принял. То есть, получилось наоборот, обычно предложение исходит от продавца, а принятие происходит от покупателя. А здесь получилось наоборот, предложение изошло от кого? От покупателя, а принятие произошло от продавца. То есть, такое действительно, такая сделка будет действительно или нет? Или обязательно, чтобы покупатель опять принятие сделал после предложения продавца. Говорит, в этом вопросе два мнения. Первое мнение, такая сделка не является действительной. И это мнение Абу Ханифа и один из реветов от имама Ахмада. То есть почему? Потому что сказали, неизвестно, покупатель принял или нет. Потому что он просто сказал, продай мне. Говорит Ассани и второе мнение Ассахульбе. То, что такая сделка является действительной. Говорит Абу Ханифа и это мнение имама Ахмада и имама Малика Ашафи и его Саваб. И это второе мнение является более правильным. Лиудют Ат-Тарады Аля Залика. Потому что присутствует указание на взаимное согласие. Понятно или нет? Понятно. Если же потом, то есть сразу после этого, покупатель сказал, не, не, я не буду покупать. Тогда эта сделка действительно или нет? Тогда эта сделка недействительна. Право на это покупатель имеет или нет? Имеет, как мы говорили, если люди еще не разошлись. Так, то есть матч-лис продолжается, их местостояние продолжается, то он может отказаться от этой сделки. То есть может быть человек просто сказал, допустим, шутку, или сказал, что продай мне это, между тем, что сам еще не утвердился желание купить это. И тот сразу сказал, да, я тебе продаю, бери. Сказал, не, не, я не буду покупать. Так, просто, как называется, предложил неутвержденно. Тогда другой вопрос, понятно или нет. Но наш вопрос рассматривается, в каком случае, если человек утвержденно говорит, продай мне это, и то, соответственно, отвечает, так же утвержденно, я тебе продал, тогда эта сделка считается действительной. Так зачем мы все это рассматриваем? Потому что это вытекает из первого условия торговли от Тарады, то есть взаимное согласие.